В России всего две беды. Исключение – Брянская улица Маяковского. Здесь, кроме дороги, у жителей еще 33 несчастья. Хотя многие об улице Маяковского и не слышали, по сути, она является одной из центральных в Беженском районе. Вот только коммунальные службы и администрация так не считают. На протяжении пяти лет житель четвертого дома улицы Маяковского Виктор Куликов, инвалид второй группы по зрению и общим заболеваниям, обивает пороги администрации района и города. Требует совсем немного, чтобы чиновники и коммунальные службы просто выполняли свои обязанности. В Беженскую администрацию я обращался несколько раз. Непосредственно к главе администрации был Машков Юрий Иванович, который сейчас не работает. Долгое время обязанности его исполнял Гинтин Игорь Николаевич. По вопросу освещения улицы Маяковского, по вопросу нет тротуаров по улице Маяковского, невозможно пройти. Не убирается дорога, посмотрите, пожалуйста, дорога не подметается, хотя рядом расположена их контора ДЭУ, дорожное эксплуатационное управление. Едут машин и техники у них достаточно. Едут с приподнятыми щетками, с приподнятыми скребками. Не подмести, не подскребести, никто даже не пытается. Помимо уборки дорог, актуально стоит вопрос тротуаров. Их попросту нет, и жителям улицы приходится идти по проезжей части, в том числе и детям в школу. Если добавить к этому отсутствие освещения на улицах, то получается крайне опасная ситуация. Света нет, тротуары отсутствуют. Много случаев было, пешеходы ходят по проезжей части, были несчастные случаи, даже были, ну не со смертельным исходом, а травмировали. В осеннее-весеннее время дети идут в школу, дорога сырая, лужи по дороге. Им свернуть не ехали, родители их одевают, гладивают. Он к школу приходит на черта похож, обдают машины. Со слов Виктора Николаевича в администрации занимаются отписками. На тротуары денег нет, а по поводу освещения вообще отдельная сказка. Пять лет подряд чиновники отвечают, что лампочки ввернуты. Однако на большинстве столбов нет даже фонаря, не говоря уже и о патроне, куда эти лампочки можно вкрутить. Заместитель главы Брянской городской администрации по вопросам ЖКХ Евгений Никитин пообещал решить вопрос с освещением 10 февраля. 25 февраля был на приеме у замглавы администрации по ЖКХ товарища Никитина Евгения Михайловича. 25-го приезжаю, никто ничем не занимался. Сейчас занимаются только ежедневно, звонки мне поступают с уговорами. Давай срочим, давай срочим. Но насколько отсрочить, так никто и не озвучил. Никто и не приехал. Зато не заставила себя ждать очередная отписка администрации. Последний ответ получил, деревянные опоры, на деревянные опоры нельзя вешать фонари. А там они висят, только лампочек нет. 73 года я прожил, значит можно было пользоваться деревянными столбами. А теперь получилось, как приезжали, нужно выполнять же обещание. Другую ловку ищут. Третья, но не последняя беда улицы Маяковского, сточная канава и выгребная яма, которые, разумеется, никто не чистит. Впрочем, от администрации есть даже письма с подтверждением, что работы проводятся, канаву чистят. Виктор Куликов обратился в прокуратуру, но и там должных мер не приняли. Прокурор направил Трапезниковый, Санкт-Петнадзор, разобраться, доложить. Она докладывает, так и так, виновник не установлен. Второй ему ответит, делает, что жилком сервис руководитель оштрафован. Разбираюсь, никакого никто его не штрафовал, никто туда никакого звонка не поступало. В лучшем случае приедет машина, откачает с отстойника фекалий и тут же в канаву сольет. Запах сточной канавы распространяется почти по всей улице Маяковского. И это далеко не все здешние беды. Есть и свалка мусора у реки Балвы, которой официально там нет и которую грейдерами равняют при каждом визите комиссии. На домах не подсвечиваются номера и в итоге ночью сотрудникам скорой помощи приходится стучать в двери, чтобы спросить, где находится нужный им дом. Как долго продлится это противостояние, неизвестно никому. Но Виктор Куликов сдаваться не намерен.